Здравствуйте, на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас практический вопрос, видимо, от школьника или от кого-то из его родителей. Как православному школьнику отвечать урок о том, дальше своеобразно сформулировано, что человек произошел от обезьяны? Мне не до конца понятен этот вопрос, потому что на уроке никто не спрашивает школьника о его личных убеждениях. От него требуется рассказать, что он знает о, например, современной теории эволюции. Или что, если это вопрос какой-нибудь по физике, что он знает о современных научных представлениях, например, о космологии и происхождении Вселенной? Вы знаете, этот вопрос для меня, чтобы было лучше понятно, очень тесно пересекается, не удивляйтесь, с преподаваниями основ православной культуры. Мне неоднократно приходилось участвовать в родительских собраниях, на которых родители будущих четвероклассников выбирают, какой модуль изучения основ религиозной культуры им выбрать. И они задают вопрос, они говорят, вот скажите, пожалуйста, мы же не православные люди, зачем нам изучать основы православной культуры? На что я им отвечаю? Вы знаете, если бы вдруг случайно мне пришлось, например, жить долгое время со своей семьей где-нибудь в Бангладеш или в Афганистане, я бы обязательно отправил своих детей на уроки основы изучения ислама. Не потому, что я сам придерживаюсь этих взглядов, но мне очень важно понимать, если я живу, например, в исламском окружении или в буддистском окружении, как видит этот мир, как воспринимают этот мир и какова культура того мира, в котором мне приходится жить. Школьнику приходится изучать в процессе его обучения в школе, точно так же, как и студенту впоследствии его обучения в институте, или, например, студенту семинарии во время его обучения в семинарии. Например, студенты семинарии изучают сравнительное богословие. На этих занятиях они знакомятся с основами ислама, буддизма, иудаизма, других мировых религий и сдают экзамены и спрашивают, кто такой пророк Мухаммед с точки зрения ислама. Их не спрашивают, что вы думаете лично о пророке Мухаммеде. Их спрашивают, что учит ислам о пророке Мухаммеде. Можете сформулировать текст шахиды, не произнести его как ваше личное исповедание, но вы должны его знать просто как образованный человек, который, так или иначе, должен быть религиозно образован в том числе и в представлении других религий. Точно так же я глубоко убежден, что современный человек обязательно должен иметь, ну хотя бы на уровне школьного курса, представление о том, что современная наука думает о антропогенезе, назовем уж это все своими словами, антропогенез, современная научная теория о развитии человека, о том, каким образом и как происходила современная, подчеркиваю, это современная теория о происхождении человека, которая совершенно не обязательно должна разделяться как личное убеждение тем школьникам, которые дают ответ, неважно где он его дает, на уроке, на экзамене по биологии и так далее. Именно таким образом и должен современный православный школьник отвечать на уроки биологии. Он не должен говорить, я считаю, да не интересуется учитель в данный момент, что ты там себе считаешь. Вот. Можешь полное право считать, что Земля плоская, стоит на трех китах, которые стоят на черепахе, которые плавают в мировом океане. Но сегодня у нас занятие по астрономии, и ты мне, пожалуйста, расскажи, что современная астрономия думает по поводу того, что такое Земля, Луна и Солнце, какие у них там между собой соответственно расположения. То же самое на уроке по теории эволюции, вы совершенно спокойно, без всякого зазрения совести, рассказываете не о своих убеждениях, а о том, что из себя представляет современная теория эволюции.